здравствуйте друзья в сегодняшнем видео я хочу вам показать как я пишу траву на примере луга на котором пасутся коровы вот сейчас мы видим участок луга который практически закончен здесь есть фактура здесь есть и цвет и цвет здесь есть и рисунок и мелкие растения и крупные однолетники и многолетники эта часть луга я уже сказал практически закончена осталась ее уже в конце где-то что-то акцентировать это что-то приглушить может быть выровнять по цветовой по световой гамме то есть мы делаем одну часть луга другую часть луга третью часть луга а потом их вместе соединяем объединяем в общее вначале была вот такая картина вы помните это акриловый подмалевок сделанный достаточно подробно если я может быть из лишних здесь подробно сделал но я предпочитаю подмалевок переработать чем недоработать он в любом случае будет свою роль выполнять как бы мы не перекрывали все равно что-нибудь да останется затем маслом покрывается этот акриловый подмалевок процарапывается и создается фактура фактура как бы сказать основной части луга как бы тела луга данного участка который мы изображаем у себя на картине делаем смело достаточно динамично энергично можно сказать эмоционально но при этом контролируем пластику чтобы в конечном итоге лук получился цельным но практически живым организмом после того как мы проходим по всему холсту таким образом у нас получается вот такой вот вид здесь уже работа этот слой высох достаточно хорошо все лишнее можно убрать и посмотреть как у нас получилась пластика пластика цвета пластика света и пластика фактуры вот такой вид самой фактуры там даже видно и акриловый подмалевок просвечивается и фактура акрилового подмалевка есть не так заметно как хотелось бы ну итак у нас получился получился лук его природа основная без проработок только как бы его настроение этого лука цельность его лук дальше уже начинаем детализировать то есть следующий этап продолжается с того что можно если в этом есть необходимость немножко поработать с тенями сделать их несколько глубже более глубокими более пластичными для этого краска разбавляется пенином очень жидко практически как акварелью мы создаем пластику луга пластику простите теней хорошо вытирается хорошо притирается протирается и можно взять оставшиеся какие-то краски с прошлых замесов добавить туда необходимого цвета омбра натуральный зеленый фиолетовый предпочтительнее добавлять прозрачные или полупрозрачные краски не кроющиеся вот поставались краски какие-то замесы с прошлых работ но с прошлых дней очень жидко необходимый нам создаем необходимый нам цвет и работаем этим мы как бы добавляем в живопись контрастности пластики все-таки перетекает с одной тени в другую с маленькими там мостиками перетекания моих может чуть-чуть улучшить усилить это все для гармонии для пластики когда мы работаем пененом он быстро из пенен быстро испаряется и уже через некоторое время буквально вот мы сделали пластику луга вот такую нанесли мы уже через некоторое время можем его протирать ребром мастихина для того чтобы проявилась та фактура цветовая и фактурная цветовой и фактурный слой на котором мы работаем таким образом мы вносим такое мерцание и вот эти пятна вот эти пятна тени которые мы сейчас изображаем мы таким образом еще глубже погружаем в лук сделали пластику все хорошо это все дело выпарилась и мастихина вот о чем я говорю ребром протираем это в этот же день это через полчаса можно уже делать и получаем некое такое мерцание цветовое световое мерцание тень погружается в лук еще больше и становится именно тенью внутри травы при этом сохраняя свою пластику общую пластику проходимся по всему участку который мы сегодня работали и не только протираем но одновременно можем даже чуть-чуть и корректировать дальше ну например вот этот место от коровы падает тень на траву трава у нас высокая глубокая видите как корова находится глубоко поэтому те травинки пылинки которые попадают в тень их нужно акцентировать их нужно прописать проработать более длинными высокими чтобы у нас не была дисгармония с травой и с тем как корова почти по колено в траве тем же замесом который мы делали тень кисточкой кисточкой первый второй номер белочка даже лучше всего второй номер но уже поработавшая белочка жиденько как акварелью прописываем те травинки те растения которые попадают в тень при этом мы все время помним друзья все время помните о пластике не надо изображать траву просто как чистокол забор или просто как культурное растение посаженное очень равномерно внимательно смотрите в первоисточнике в природе обязательно вы увидите потому что там есть это пластика вы ее даже имеете право немножко акцентировать что-то не до изобразить не ярко изобразить что-то более ярко изобразить при этом не нарушив гармонии добавим больше пластичности вашей личной индивидуальной а та фактура на которой вы работаете вам подскажет в некоторых случаях даже поможет в этом изображении вот так получается трава которая попадает на которую упала тень от коровы от коровы от коровы и bbles от не тень изображена лишнюю травинку можно просто стереть следующий слой как бы ряд, как бы план более ближний план это уже трава, которая не попадает в тень от коровы на которую уже падает солнечный свет и здесь точно так такими же приемами самыми простыми рисуем ее кисточкой рисуем траву тоже высокую длинную таким образом мы приводим в соответствие то погружение ноги коровы в массу травы с ее длиной и высотой чтобы не было ощущения что трава средняя невысокая корова стоит и куда-то погрузилась в землю она именно должна находиться и погружаться в высокую траву вот этими травинками длинными и высокими мы это и приводим в это состояние кроме того мы приводим весь лук по технике исполнения в одну на один уровень с техникой исполнения самих наших коров ну а дальше начинается просто достаточно длинная достаточно кропотливая работа для того чтобы создать эту пластику и это все повторяется раз за разом слой за слоем работается старайтесь работать по всему участку не останавливайтесь не тормозите не буксуйте в одном месте все должно поработали переходите в другое место старайтесь переходить сделали замес просто любой замес допустим салатный какой-то вы выработайте его по всему участку потом сделайте замес более зеленый выработайте его опять же по всему участку сделайте замес какой-то желтоватый выработайте его по всему участку у вас будет все очень распространено равномерно распределено не будет кусков которые выхватываются или где-то западают Вот здесь под рукой у меня, видите, светлое пятно, оно достаточно четкой геометрической формы получилось И мелкими травинками, делая пластику, мы одновременно, делая детали, мы одновременно вот это пятно постепенно растянем Деформируем, чтобы оно не имело такой вот геометрической, более правильной формы Это я говорю о пятно, о пятно, которое у меня под рукой, видите, такое практически трибульная форма, салатное светлое пятно Все остальные места более-менее уже готовы, ну не готовы, а более-менее пластичны Вот таким вот образом А дальше мы посмотрим на примере этого растения, как создается пластика крупных растений, не травы, а крупных там Вот они уже выросли, они уже отцвели, даже уже цветки и цветы их не посохли И здесь мы соединяем все это в одно целое Погружаемся в эту работу, в эти линии, в эти перетекания, в этот цвет, в это солнце Все это течет, как ручеек горный Представляю, а это как камни И этот цвет, цвет стекает сверху вниз, сверху вниз И чуть-чуть перетекает в стороны, поблескивает где-то Дробится Мы сами начинаем погружаться в это состояние эмоциональное, вплоть до физического такого ощущения Нам хорошо, этому растению хорошо, там всем хорошо Там все связано, там все гармонично Мы там погружены, нас там даже подкачивает в этом приятном ощущении Мы все это делаем для того, чтобы зритель все это тоже чувствовал Это тяжело словами передать Этому надо научиться Возможно, этому придется учиться годами Возможно, даже десятилетия Но если этому научиться Это истинное наслаждение от самой работы От нахождения в процессе этой работы Но Это что-то вот такое счастье по профессии Мы в этом участке Мы с этими растениями Мы там растворились Мы вместе с ней Работа идет сама В этом состоянии, когда вы научитесь попадать в этом состоянии Вы даже не будете знать, почему так получается Там что-то другое Это какой-то другой мир Какой-то другой слой Который вы в процессе работы Постепенно Каждый день Учитесь Туда Настраиваться И заходить Туда Заходить 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 Вы туда заходите Заходите И там в какой-то точке Вы получаете истинное наслаждение от работы А потом постепенно Постепенно Вы ходите И в конечном итоге Получаются такие чудные Гармоничные сцены Из которых и состоит вся картина И получится чудная Гармоничная Законченная работа Которая принесет массу Бесконечный источник радости И что у нас получается У нас получается Вот такой лук Цельный Гармоничный Который поглощает коров Ну соответственно коровы поглощают лук Мы добились цельности И гармонии Благодаря пластике Самой фактуры Пластики Тени Света Цвета И все это мы завязали в одно целое У нас это получилось Это очень хорошо Но мы должны привести технику письма Луга К технике письма Персонажей наших Для этого мы добавляем Мелкие травинки Листочки Былинки И все такое прочее И здесь Я вам сейчас расскажу Секрет Настоящий секрет Да имеющий уши услышит Да имеющий глаза Увидит Внимание 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 Эти травинки Нельзя Просто так Где угодно Или везде Или в какой-то Даже может быть Последовательности Набросать На эту массу Эти травинки Создавались В течение времени Они Где-то склеивались Где-то ломались Где-то расходились На них воздействовал На луг Воздействовал Ветер Солнце Дождь Опять же Те же коровы И здесь Получилась Такая вот Гармония Конца Лета Это Обязательно Нужно Отобразить Это Непосаженная Пшеница Которая Практически Одинаково Растет Или там Восходящая Кукуруза Это Лук Дикий С Очень Большим Разнообразием Растений Травы Многолетники Однолетники Когда мы Изображаем Травинки Мы это Делаем Следующим Образом Смотрите Сюда Внимательно Сейчас поближе Видите Мы не просто Их пучком Располагаем Мы их Располагаем Мы их Изображаем В виде Графической Композиции Или в виде Иероглифа Или в виде Аккорда Как вам Будет Удобней Посмотрите Эта травинка Идет Она Пересекается С этой В одно Целое Мы изображаем Одним Целым Здесь Пару Выбросов Дальше Она идет Здесь Отход Дальше Она идет Здесь еще Одна Это все Зацикливает Закольцовывает Вот эта Травинка И получается Что-то Вроде Иероглифа Иероглифа Из разных Травинок Здесь Вот так Сюда Сюда Идите Не прерываясь И потом Здесь Немножко Таким Веером Расходится Это Тоже Эти Эти Все Аккорды Можно Их Рассмотреть Отдельно Но Они все Равно Чуть Связаны Друг С другом Они Связаны С общим Лугом Таким Образом В этой Биомассе Вы ее Эту Биомассу Вы упорядочите Этими Пятнами Этими Аккордами И тогда Этот Луг Должен У вас Зазвучать Как Симфония Не Торопитесь Выработайте В себе Практику Делать Такие вещи С одной стороны Это не сложно Просто С другой стороны Все это Целое И Переходящее К аккордам А потом К самим травинкам К частностям Ну Достаточно Непросто Но этому Можно научиться И нужно Этому Научиться И тогда Он будет Играть Картина Будет И зритель И вы Будете получать Психоэмоциональное Удовольствие Это будет Очень хорошо Это первая Основная И единственная Цель Живопись По крайней мере Я так считаю Всего вам доброго Всего хорошего Пишите Задавайте вопросы До следующих видео До свидания Спасибо за субтитры Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok